Прошло очередное заседание Совета народных депутатов Междуреченска. Рассказали о реализации национальных проектов на территории города. Уделили внимание здравоохранению. Тема медицины волнует каждого. И отвечать вновь приходится главному врачу Междуреченска. Эти деньги, которые были выделены дополнительно из бюджета региона, 1,8 миллиарда, они сейчас поступают на медитариф. Это очень облегчает жизнь. Плюс дополнительную сейчас усилию на меня должны получить тоже на позиторскую задолженность. Работаем. Параллельно меняем механизмы внутри больницы. Мы очень много рассказывать о них долго. И, в общем-то, я тоже как-то в докладе прямо по механизмам рассказывал. Жители Притомского волнует судьба противотуберкулезного диспансера. Точнее, пациентов. Не всех перевезли в другие больницы. Те, что остались, заразны и опасны, утверждают горожане. Отсюда и паника. Какие формы заболеваний бывают, можно ли заразиться туберкулезом при общении, рассказала руководитель Новокузнецкого учреждения. Давайте вспомним историю. Противотуберкулезный диспансер в 1953 году был вынесен за карту города. Город за это время расстраивался. И он приблизился к ту диспансеру на расстояние по санитарно-эпидемиологическим правилам 2010 года более чем, ближе чем, вернее, на 100 метров. Что под собой подразумевает разрешение оказания амбулаторно-поликлинической помощи, но стационарной нет. Поэтому на сегодняшний день мы не можем это исправить. Мы не можем сейчас здание трехэтажное, полторы тысячи квадратов, взять и перенести. Лечение, считаю, таких больных должно осуществляться. Информировать население о том, что эти больные не опасны, нам необходимо. Давайте я приведу цифры, официальную статистику. Значит, общий экскурс. Заболеваемость Междуреченска, как говорят нам, в разы выше, чем в других регионах нашей Кимеровской области. Это неправда. 82 на 100 тысяч, областной 83. Смертность, да, чуть выше. Но я считаю, что это связано с сопутствующей ВИЧ-инфекцией. 16, официально у нас смертность 12 по Кимеровской области. А вот заболеваемость детей, которая является индикатором проводимых всех противотуберкулезных мероприятий, попросту говоря, если болеют дети, значит эпидемиологическая ситуация действительно серьезная. В Междуреченске показатель заболеваемости детей ниже, чем областной. И он составляет 10, а в области 13 на 100 тысяч населения. Теперь конкретно цифры, которые, может быть, непрофессионалу более понятны. То есть на сегодня в Междуреченске контингент, то есть это если взять всех людей, которые когда-либо болели туберкулезом. Их было 200 и сейчас состоит 295 человек. Давайте посмотрим, кого больше, да. Актив – это те пациенты, которые не заразные, а которые сейчас требуют пристального внимания в тезиатрах. Их 189 человек. Из этих 189 на сегодняшний день 109 человек, которые когда-либо имели у себя в анамнезе МБТ+, то есть микобактерия туберкулеза, у них выделялось с выдыхаемым воздухом. Но хочу вам сказать, что микобактерия туберкулеза, обнаруженная при обследовании пациента, не является губительной для населения. Мы разными методами выделяем. Мы пытаемся и хотим, чтобы найти эту бактерию для того, чтобы ее исследовать и правильно лечить больных. Вот на сегодняшний день из тех людей, которые 6 сентября были распределены по стационарам Новокузнецка и МСКИ, и проблем с местами не было, был только один пациент, который в эпидемиологическом плане представлял для окружающих опасность.